В историях адаптации других людей часто встречаю одну и ту же проблему. Какую? Многие сталкиваются с проблемой высокой слышимости в апартментах. Я вам добавлю, особенно подешевле. Вот чем дешевле апартмент, тем чаще будешь встречаться с этой проблемой. Не только потому, что стенки тонкие, а потому еще кто там живет. То есть как бы вот публика бывает более шумная. Многие сталкиваются с проблемой высокой слышимости в апартментах. А ну да, это было. Соседи начинают жаловаться на топот детей, скрип шагов, громкий телевизор или наоборот сами шумят. Пишут жалобы. Как правильно себя вести в данных ситуациях? Надо знать, чего можно и чего нельзя. Понимаете? Если вам чего-то не нравится, вот кто-то шумит, а вам не нравится, это не значит, что он не может шуметь. Шуметь нельзя после 11 вечера. Может быть там, где вы живете, нельзя после 9-30, я не знаю. Но в принципе, вот там, тут, где мы живем, после 11 шуметь нельзя. Если кто-то будет шуметь, я просто в полицию позвоню, придет полицейский их успокоит. Но до 11 они могут делать абсолютно все, что угодно. Если там дети топают, понимаете, и это слышно этажом ниже, так вы живете в таком апартменте, вам деньгами уже за это отдали. С вас взяли мало денег, вы экономите деньги, и за счет этого вы, значит, ну, если это вы шумите и на вас жалуются, ну, так вы не шумите. Вы деньги взяли, так уже вы не шумите. Ковер постелите, я не знаю, там, карпет какой-нибудь. Ну, что же делать? Сталкивались ли вы с этим? Я сталкивался немножко. Вот я жил когда в Кондо, у нас квартира была, и там соседка была, китаянка, значит, она что-то готовила на кухне с каким-то невероятным количеством чеснока. Если я, например, позволил бы себе открыть окно на улицу, то я мгновенно получал хорошую дозу этого запаха вот в квартире, где я живу, например. Вот такое было. Вот мы просто это окно не открывали. Например, как-то раз этажом выше нас человек завел собаку, что, в общем, не страшно. Собака была довольно большая, молодая такая, очень молодая, большая, громадная, и она, он ее не держал в квартире, он ее держал на балконе. То есть, прямо над нашим балконом, вот был его балкон, лоджия такая. И эта собака сидела там на балконе. Ну, конечно, ей хотелось в квартиру, конечно, ей там надо было подвигаться как-то, она там что-то скреблась, она тявкала, и, в общем, выражала недовольство, и так далее. Ну, в этот момент наша дочь написала вежливое письмо соседу наверху, что, мол, мы вот наблюдаем, как ваша собачка страдает, от того, что вы с ней неласковые, и вы либо уже так как-то решите этот вопрос, либо мы тогда обратимся в общество по охране животных. И что-то там такое произошло, стало тихо. Как-то они решили этот вопрос. Тут все деликатно. Конечно, ну, там, где люди кучно живут, конечно, происходит. Понятно, что только приехавшим тяжело отставить свои права. Только приехавшим тяжело отставить свои права. Так они понятия не имеют о своих правах. А еще больше, они не имеют понятия о своих обязанностях. Поэтому, они как бы пытаются свои представления как бы перенести на другую почву. Это как бы обычное дело. Но надо начинать с того, чтобы, ну, как сказать, читайте форумы, разбирайтесь, куда вы едете, зачем вы едете, какие бывают проблемы, сколько стоит квартира такая, сколько стоит квартира сякая. Ну, взрослые же люди. Начинать жизнь с ссоры и дрязг не хочется. Тут я вам скажу такую вещь. В Соединенных Штатах ссоры и дрязги немыслимы. Потому что, если кто-то вас обижает, вот, допустим, кто-то вам говорит, кто-то шумит, например, или у него там телевизор громко работает, вам мешает, вы не должны ни при каких обстоятельствах выяснять отношения с этим человеком. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Либо вы обращаетесь в менеджмент, который руководит, ну, управляет этим комплексом, где вы живете, либо вы при каких-то обстоятельствах обращаетесь в полицию, если, скажем, после 11 люди шумят. А если, например, над вами наверху дети бегают чужие, и это создает какой-то жуткий шум, вы говорите менеджменту, ребята, так не должно быть такой слышимости. Вы иногда переведите нас в другую квартиру, или, может быть, на второй этаж, чтобы нам никто не шумел. И менеджер там почешет репу и будет думать, как с этим бороться. Вам никто не скажет, на самом деле, что это нормально, когда у вас там ребенок там бегает, и у вас тут как молотком по голове бьют. Так не должно быть. Есть всякие санитарные нормы, которые не всегда соблюдаются. Поэтому вы имеете дело только с менеджментом и с полицией. Вы никогда, ни при каких обстоятельствах, не ходите к соседям выяснять с ними отношения. Забудьте даже об этом. Значит, вы свои права отставите по-американски.